Работа над ошибками Росгострах от Центробанк возобновил лицензию на выдачу пылесов ОСАГО В Корежемском отделе ажиотаж На Вычье, где заработала технологическая понтонная переправа Телезарисовка о том, кто принимает непосредственное участие в приемке зеленого золота с реки Здравница 2015 во Всероссийском форуме принял участие главный врач санатория Сальвычегодск Александр Сидоров Это основные темы выпуска городских новостей в студии Алан Вовлев Здравствуйте Центробанк России вновь разрешил Росгостраху выдавать полисы ОСАГО С 8 июня возобновлено действие лицензии на этот вид услуги Как сообщает официальный сайт Центробанка, данное решение принято в связи с устранением ООО Нарушений порядка заключения договоров по автогражданке Вот уже три дня в Корежемском отделе очереди из желающих оформить страховку на свой автомобиль Напомним, что 26 мая Центробанк сообщил об ограничении действия лицензии Росгостраха на осуществление ОСАГО Что означало запрет на заключение договоров по автогражданке Решение было принято в связи с участившимися жалобами на навязывание дополнительных услуг в этой фирме Мы хотели бы верить в то, что компания, проведя консультации с Центробанком, исполнила бы все наши требования С 8 июня запрет был снят Видимо, в компании была проведена работа над ошибками После двухнедельного перерыва и в Коряжемском отделе Росгостраха вновь стали оформлять полисы ОСАГО Очередь водители занимают с рассветом Они нам рассказали, что в первый день, когда Центробанк объявил о возобновлении лицензии На прием к менеджерам Росгостраха было попасть непросто Сейчас очередь стала меньше, но чтобы получить заветный полис, приходится высидеть в коридоре не один час Альтернативы пока нет, говорят водители Только занять очередь и получить заветную страховку В другой организации закончились бланки Однако в самом Росгострахе не видят причин для создания ажиотажа Если страховка еще действует, то нет смысла возобновлять ее в дни, когда идет большой поток клиентов С 8 июня компания Росгострах возобновила свою работу по выдаче полисов ОСАГО Росгострах компания, она самая крупная компания в России Из-за того, что компания приостановила работу на две недели, создался небольшой ажиотаж На выдаче полисов по автогражданке сейчас работают два менеджера Причем принимают и юридических лиц, и физических На оформление одного полиса уходит больше получаса Но скоро этих неудобств не будет Как пишет российская газета, с 1 июля полис ОСАГО можно будет купить в электронном виде и просто распечатать на принтере Такое нововведение позволит обходиться без посредников при продаже страховки Правила для всех едины, тарифы тоже, коэффициенты известны Все будет стандартизировано К другим темам Лесной филиал группы ЛИМ стал бронзовым призером областного конкурса на звание лучшего предприятия в лесном комплексе региона Подведение итогов и церемония награждения состоялось 10 июня на заседании коллегии Министерства природных ресурсов и ЛПК Архангельской области В числе критериев оценки победителей конкурса Согласно постановлению правительства Архангельской области Стали производительность труда, темп роста заготовки древесины, рентабельность продаж, среднемесячная заработная плата работников И выполнение мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов Кроме того, обязательное условие, которое учитывается при подведении итогов конкурса Отсутствие задолженности в бюджеты Архангельской области и Российской Федерации А также во внебюджетные государственные фонды Лидерам отрасли вручили лесные оскары Статуэтки, стилизованных пилы и грейфера Летом в Ичигдам Надежный помощник комбината в деле поставки лесного сырья На днях на реке заработала технологическая понтонная приправа По которой древесина доставляется автотранспортом А до этого в мае сырье шло по воде О том, кто принимает непосредственное участие в приемке зеленого золота с реки В телезарисовке наших корреспондентов По оперативным данным на 10 июня Плотами сверховьев Ичигды на комбинат доставлено 97,5 тысяч кубометров леса На баржах 56 тысяч Прямое отношение к отличным показателям имеет бригада Сергея Тахтина Которая обслуживает понтонный мост и рейдовую систему на Ичигде В коллективе только опытные специалисты А имя и фото сплавщика Антона Байбородина на доске почета комбината Он трудится на рейде приплава 4-й год Хорошо себя зарекомендовал, освоил несколько специальностей, в том числе крановщика Никакой тяжелой работы, связанной с рекой, парень не боится По мнению руководства лесного филиала Весенний сплав древесины в нынешнем году идет хорошими темпами План выполняется Сплавщики полностью согласны с такой оценкой Вот только оговорочку делают Река в этом году спокойная В сей год вообще быстро все сделали Поменьше плотов было В сей год все удачно, успели все Река в этом году нормально, спокойно, вроде без происшествий, без всяких Когда людей и техники достаточно, то и сильное течение, и непогода не страшны, говорит Антон А уж если речь об установке понтонной переправы, то тут весь коллектив рейда приплава на помощь приходит Дело-то ведь архиважное и для предприятия, и для людей Когда ставим, да там, соединяем понтон, когда снимаем, рассоединяем, тоже все помогаем, все вместе Натягивали троца, жил устанавливали, чтобы он не это, ну, чтобы мост разводился Где надо ослабить, где подтянуть, заколы отпускали Смотрели, вот, чтобы сводилось, нормально разводилось Очень хорошая понтонная переправа, людям нравится Из нашего разговора стало абсолютно ясно, что самому Антону работать на реке нравится Хоть и вставать чуть свет, и сутками пропадать в верховьях, и зимнего холода, надо уметь не бояться Но когда спросила, какое время предпочитает, не задумываясь, ответил Весна, когда навигация Весна Зимой, когда снег пропадает, банан строишь, тоже так интересно это Только что Трудновато маленько Когда готовился этот репортаж, стало известно, что лесной филиал группы ЛИМ Стал призером областного конкурса на звание «Лучшее предприятие ЛПК региона» В этом результате есть вклад и бригады, в которой трудится Антон Байбородин Он совершенно точно определил, что можно пожелать коллегам в связи с победой Успехов в работе, чтобы денег побольше платили И соблюдать технику безопасности, чтобы ничего не случилось Продолжим выпуск На прошлой неделе в Коряжме произошло 15 дорожно-транспортных происшествий Есть пострадавшие 2 июня от невнимательного водителя пострадала автозаправочная станция Происшествие произошло на АЗС по улице Магистральное шоссе Во второй половине дня Водитель КАМАЗа после заправки топливом автомобиля Забыл вынуть заправочный пистолет из бака Начал движение В результате повредил заправочную колонку Теперь ему придется оплачивать ремонт Вновь в сводках ГИБДД фигурируют случаи, когда виновники ДТП скрываются Так произошло и 2 июня Около половины седьмого вечера во дворе дома номер 9 по улице Пушкина Неизвестный водитель, управляя автомобилем Chevrolet Lanos При движении задним ходом наехал на Мазду 6 После с места происшествия скрылся 7 июня в 16 часов напротив дома номер 12 по улице Советская Был сбит велосипедист Как пояснил водитель автомобиля Жигули седьмой модели Он двигался по придомовой территории Неожиданно для него из-за здания жилого дома Выехал мальчик на велосипеде Наезда избежать не удалось На место выехала бригада скорой помощи У мальчика ушиб бедра В госпитализации он не нуждался Посредством услуги мобильный банк продолжают исчезать деньги На подобном преступлении водил полиции сообщил Коряжемец Пострадавший от виртуальных мошенников Коряжемец С 64 года рождения 4 июня он обратился в отдел полиции С его сбербанковской карты через мобильный банк были похищены денежные средства в сумме 16 тысяч рублей Полицейские напоминают, чтобы не стать жертвой мобильных преступников Нужно позаботиться о безопасности своего телефона от вредоносных вирусов Изменить настройки, не скачивать неизвестные программы, не переходить в интернете на сомнительные ссылки Если вирус попал на телефон, то мошенники без труда могут блокировать смс от мобильного банка И переводить деньги на свои счета Еще одна кража произошла на прошлой неделе 5 июня водил полиции обратилась Коряжемка и сообщила о том, что при неизвестных обстоятельствах У нее пропала золотая цепочка стоимостью в 80 тысяч рублей В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что данное деяние совершил ранее судимый За мошенничество житель Коряжмы Похищенный изъято, ведется следствие Другие темы выпуска сразу после небольшого рекламного блока Не переключайтесь Устали переплачивать за мебель? Диван диванов просто здесь дешевле Заходи в Техпром летом за новым планшетом Только до 15 июня скидки на планшеты до 20% Так планшет 3G Asus PhonePad всего за 6,990 Коплас ТЦ «Адмирал» и ТРЦ «Столица» Коряжма ТЦ «Виконда» Техпром Это выгодно Товар недели во всех магазинах «Магнит» Квас «Очаковский» 2 литра 35,90 «Магнит» всегда низкие цены Мы продолжаем новостной выпуск Стали известны результаты ЕГЭ базового уровня по математике, по литературе и географии На результатах каряжинских школьников нам рассказал руководитель городского отдела образования Татьяна Егорова Напомним, что с этого года у выпускников школ есть возможность выбрать, как сдавать обязательный госэкзамен по математике ЕГЭ по этому предмету разделен на базовый и профильный уровни Для получения тестата можно сдать или базу, или профиль Однако успешная сдача базового уровня не даст возможности для поступления в ВУЗ, в котором математика включена в перечень вступительных испытаний Базовый уровень ЕГЭ по математике школьники сдавали 1 июня В Коряжме этот экзамен выбрали 147 выпускников 47 человек справились с заданием на отлично 7 выпускников не преодолели минимальный порог и будут пересдавать ЕГЭ в резервный день для пересдачи Также стали известны результаты единого госэкзамена по литературе и географии Литературу выбрали для сдачи 12 выпускников, географию 7 Все школьники успешно справились с заданиями Региональные новости Единая Россия назвала участников праймерис на выборах губернатора Архангельской области Это председатель областного собрания Виктор Новожилов, глава Красноборского района Владимир Рудаков Представитель строительного бизнеса Сергей Дерябин и депутат облсобрания Алексей Макаров Их выдвинули общественным объединением Также в праймерис примут участие самовыдвиженец Николай Б. и временно исполняющий обязанности губернатора Игорь Орлов Кандидатуру Игоря Орлова для участия в праймерис Единой России поддержало правление Ломоносовского фонда Праймерис состоится на трех площадках 19 июня в Архангельске, 22 июня в Котласе и 23 июня в Вельске Сами выборы губернатора по морю пройдут 13 сентября этого года В Рио губернатора посещают районы и города Архангельской области Во время поездки в Калмогорский район Игорь Орлов провел совещание с бизнес-сообществом района Были подняты важные вопросы, которые касаются абсолютно всех районов области Развитие сельского хозяйства и финансирование ремонта муниципальных дорог Первым объектом райцентра, который проинспектировал Игорь Орлов, стала набережная реки Быстрокурки, рукава Северной Двины Ее создание – результат масштабных берегоукрепительных работ Выполнить их удалось при поддержке федерального центра Городской класс, городской уровень, красивая набережная Решен комплекс вопросов и украшения поселения и берегоукрепления Сегодня мы защитили от очень сложных поводковых проблем И, вы знаете, это просто красивое место сегодня Следующий важный объект – строящаяся котельная, которая будет работать не на привозном топливе, а на местном биологическом Она будет введена в эксплуатацию в ноябре 2015 года и решит проблему, которая остро обозначилась минувшей зимой Люди мерзли из-за неполадок на старом тепловом пункте Приняли очень важное для всей этой территории решение, для всех жителей, кто здесь живет Провести глубокую модернизацию системы теплоснабжения И вместо двух котельных, устаревших, работающих на заводном топливе Построить современную котельную на биотопливе с отработанной технологией, с понятным набором решений Мы поддержали это начинание Во время поездки в Рио губернатора провел несколько встреч Одна с предпринимательским сообществом Разговор был предметный и откровенный О развитии сельского хозяйства В сложностях, связанных с оформлением собственность бесхозных земель Итог встречи с бизнесом Орлов подвел в беседе с журналистами Формирование уверенности, особенно у нашей молодежи, в том, что предпринимательством надо заниматься Что в нужный момент рядом с ними окажется не налоговый инспектор и не полицейский А государство в лице местной власти или региональной, которые объяснят, как выйти из ситуации Объяснят, как этот бизнес развить и шагнуть дальше ради собственного укрепления, укрепления своей территории Это вот политика, которую мы сегодня заявляем как основополагающую политику правительства на последующие годы Другой важный вопрос, который Орлов ведет лично и поднимал даже перед президентом страны О необходимости финансирования ремонта муниципальных дорог На городские, районные и сельские дороги средств в бюджете не хватает Цена вопроса около 2 миллиардов рублей в год Чтобы в муниципальных образованиях региона появились нормальные дороги Такой объем финансирования необходимо выделять хотя бы в течение трех лет В последние дни мая в Москве состоялся Всероссийский форум «Здравница-2015» В рамках форума прошел Международный научный конгресс А в работе форума принял участие главный врач санатория Сальвычегодска Александр Сидоров По приезду Александр Васильевич поделился своими мыслями о развитии курортного дела в стране В том числе в Архангельской области Форум призван всемирно содействовать развитию курортов, сохранять и приумножать традиции отечественной курортологии Он проводится ежегодно, но проблемы в отрасли были и остаются Показал 15-й юбилейный форум «Здравница-2015» До сих пор в стране нет нормальной, внятной, единой концепции развития санаторно-курортной сферы Российской Федерации Нет ее научного обоснования, нет видения его в современной жизни Во-вторых, до сегодняшнего момента у нас нет нашей правовой базы Естественно, нет никакого финансового обоснования Особенно сейчас, когда здравоохранение перешло на одноканальное финансирование То санаторно-курортная сфера в это одноканальное финансирование вообще никаким местом не попадает Что достаточно тяжело отражается на деятельности всех санаторно-курортных учреждений В ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации осталось всего лишь 50 санкур-учреждений Все остальные разных форм собственности и принадлежности Поэтому в министерстве нет единого начала занимающегося санаторно-курортным лечением А оно очень специфично и заметно отличается от здравоохранения Поэтому население страны в большей своей части не знает о возможностях местных курортов А здравницам заявить о себе накладно Кроме того, вопрос курортных земель отдан на откуп местных властей Хотя есть удачные примеры соседей, где эта сфера поддерживается государством и приносит доход Хотя у нас шикарные есть примеры, это та же самая Белоруссия Где при президенте создан отдел по санаторно-курортному лечению всех жителей страны Это Татарстан, которая тоже президентская программа развития санаторно-курортного лечения Казахстан и так далее Где взяли самые наши хорошие моменты по санаторно-курортному лечению И довели их более-менее до нормального, адекватного состояния Там у них эффективность идет очень высокая Сан-кур лечение является наиболее оптимальным путем сохранения здоровья нации При этом в десятки раз менее затратным, чем здравоохранение И нами сказано, болезнь легче предупредить, чем лечить В нашей стране сейчас отмечается увеличение продолжительности жизни населения Поэтому на первое место выходит вопрос качества жизни старшего поколения Дело не в том, что они увеличиваются Дело в том, что каким образом сохранить здоровье этой категории граждан То есть вот сейчас в стране начинается опять, ну не программа А принято такое понятие, как активное долголетие То есть мы все хорошо понимаем, что человек, который хотя бы раз прошел санаторно-курортное лечение У него продолжительность жизни может увеличиться от 3 до 5 лет и больше То есть вот эта категория граждан, они наиболее на сегодняшний момент востребованы И они наиболее необходимы именно в плане санаторно-курортного лечения Сохранить здоровье и активный образ жизни для пенсионеров смогли бы как раз санаторно-курортные учреждения Востребованы были бы пансионаты для престарелых Эту нишу тоже могли бы занять здравницы Кроме того, санкур лечения онкобольным просто необходимо Нужно лишь разработать методы лечения Они доказали уже на научной базе о том, что санаторно-курортное лечение Одной из групп онкопатологии даже необходимо То есть это третий класс, который уже прооперированный У которых убрана начальная стадия опухоли И которые не имеют метастаз То есть практически это люди, которые от нас ничем не отличаются Кроме остаточных явлений после всех медицинских манипуляций Они вылечены в плане онкопатологии Но у них остается очень много сопутствующей патологии На территории Архангельской области располагается 10 санаторно-курортных учреждений Они сталкиваются с теми же проблемами, как и все другие здравницы России Благо региональные власти понимают, курортам нужна поддержка Все-таки мы чувствуем поддержку и правительства Архангельской области В лице Игоря Анатольевича Орлова и естественно нашего профильного министерства Мы понимаем, что все наши запросы и все наши желания Естественно не выполнить Почему и говорим, что должна быть государева программа Но по крайней мере то, что они обращают на нас внимание И знают и помнят о нас Это хоть немножко нас согревает и радует Потому что такие санаторно-курортные учреждения Как санаторий Солево-Чегодск, здравница Она на самом деле здравница Они знаковые для любой области Естественно нужно их в любом случае пытаться сохранить И сохранить не только для сегодняшнего времени Но и для всех последующих лет Как показался российский форум «Здравница-2015» Санторно-курортное лечение выступает наиболее актуальным И перспективным в решении задачи по укреплению здоровья нации Кроме того, позволяет минимизировать затраты на поддержание здоровья населения страны Нужна стратегия дальнейшего развития отрасли и государственная поддержка Чтобы санкур-учреждения смогли выжить в непростых условиях современности Далее коротко о погоде Спонсор метеопрогноза магазин «Диван Диванов» Устали переплачивать за небе? «Диван Диванов» просто здесь дешевле В пятницу облачно Синоптики обещают небольшой дождь Днем температура воздуха до плюс 17 градусов Вечером до плюс 11 Атмосферное давление 749 мм ртутного столба Ветер с западных направлений сильный 5-6 метров в секунду Мебель от магазина «Диван Диванов» Это умелое сочетание современного дизайна с функциональностью и практичностью Большой выбор и разумные цены «Диван Диванов Коряжми» на Дыбцина 6 и Ломоносова 10 На этом у меня все Свежий новостной выпуск программы смотрите в понедельник Увидимся на канале ТВ Коряжма На станцию техобслуживания требуются работники-автослесари с опытом работы Обращаться по телефону 8 931 404 80 55 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова